День борьбы с насилием против женщин В мире отметили в конце ноября Что говорит статистика в этом деликатном вопросе в Краснодарском крае Где и как девушки и женщины могут найти поддержку, защиту в случае опасности И какие меры оказывают специалисты Министерства труда и соцзащиты Кубани Мы обсудим это с Еленой Бескаравайной, директором Краснодарского кризисного центра Елена Михайловна, я вас приветствую Тема очень важная для тех, кто действительно оказался в такой непростой ситуации И специально для этого как раз был создан кризисный центр в 2011 году Который работает в Краснодаре Вот какую главную цель преследовало Министерство труда и соцзащиты Учредитель ваш, какие надежды возлагали? Да, действительно, в 2011 году в октябре месяце Было учреждено администрацией Краснодарского края И Министерством труда и социального развития Краснодарского края На тот момент департаментом, вот такое учреждение Государственное казенное учреждение, кризисный центр помощи женщинам Сегодня мы получили еще приставку Краснодарский кризисный центр помощи женщинам Для чего? Для того, чтобы мы помогали женщинам, попадающим в трудную жизненную ситуацию При угрозе жизни и здоровью, в случае домашнего насилия, оказывать помощь В учреждении открыто отделение стационарное на 20 мест Где женщина может пребывать до 60 дней вместе с детьми И также в учреждении есть отделение, где женщина может получить просто консультацию Если ей не угрожает еще ничего, ее жизнь и здоровье, ее детям Получить консультацию юриста, психолога, психотерапевта Определиться с дальнейшей судьбой своей Определиться с дальнейшей судьбой детей То есть это подготовка исковых заявлений непосредственно в суд Разводная, предразводная ситуация Определение места жительства детей Раздел имущества и так далее То, что касается психологов, ну конечно же, это работа со стрессой Вот вы сказали фразу для женщин, у которых есть угроза, да, над ними нависла Как понять должна женщина, что действительно вот тот самый пик наступил В каких ситуациях чаще всего к вам обращаются женщины? Вы знаете, конечно, чаще всего обращаются, когда уже ситуация очень запущена То есть применено насилие? Да, безусловно Насилие начинается не всегда с физического Очень часто это ограничения Ограничения в свободе действия Ограничения в форме выбора одежды Ограничения в возможности работать или не работать Это всевозможные психологические воздействия Ну и далее уже, конечно, физическое насилие и так далее То есть это цикл И, конечно же, больше... Вот смотрите, если ограничения в одежде, допустим, с избиением Ну, наверное, не на одной чаше весов они должны стоять Вот прежде чем женщина поступает в ваш центр Все-таки есть какая-то, есть, ну, первый этап собеседования Сколько понять, что женщина действительно нуждается прям срочно в помощи Либо это какой-то, ну, легкий бытовой конфликт Безусловно, специалисты наши встречают И в приемном отделении непосредственно выясняется глубина причины Насколько серьезна угроза жизни и здоровью Конечно же, это связь с управлениями на местах То есть мы обслуживаем в рамках 442-го федерального закона О социальном обслуживании женщин, граждан Российской Федерации То есть к нам приезжают женщины со всей России Мы связываемся непосредственно с теми управлениями, департаментами, Министерствами социального развития на местах Для того, чтобы выяснить действительность причины и проблемы Надо сказать, что Министерство труда и соцзащиты создало такой центр кризисный Не столько для женщин, сколько еще и для их детей Чтобы в первую очередь была защита и сохранность детей своих Безусловно, женщины попадающие Это важное условие, потому что именно для женщин с детьми это нужно подчеркнуть Для женщин с детьми это в случае, если женщина находится в тяжеложизненной ситуации А если женщина подвергается насилию, она может быть и без детей То есть женщина, которая подвергается насилию, причем возраст здесь совершенно различный Неограничен, да? Да, начиная от самостоятельных, уже совершеннолетних девушек, которые подвергаются насилию со стороны родителей Есть и такое, да, отношение к сектам и так далее Есть такие, да, среди девушек? Проблемы. Средний возраст и заканчивая пенсионерами, когда женщина страдает от собственных детей, собственных внуков И такие ситуации, к сожалению, есть А что говорит статистика Министерства труда и соцзащиты Краснодарского края? Насколько именно эта проблема, насколько необходимо спасать женщин, живущих на Кубани от разного рода насилия? Как часто к вам обращаются и насколько эта проблема острая для нас? Вы знаете, если посмотреть на цифры, то с 2011 года мы обслужили порядка 37 тысяч человек То есть это достаточно солидная цифра, которая говорит о том, что есть проблема, с ней нужно работать Соответственно, Министерство труда и социального развития, видимо, имея определенную статистику Приняло на определенном этапе решение об открытии такого центра, и он пользуется спросом Как видите, география достаточно широка Вы сказали, что на 60 дней, по-моему, вы можете оставить женщин в центре А почему такая цифра определена? Наверное, она неспроста Видимо, все ходы специалисты Минтруда просчитали, что именно это количество дней дается женщине, чтобы прийти в себя, да? Совершенно верно Специалистами Министерства труда и социального развития Краснодарского края была просчитана элементарная ситуация Вот к нам женщина поступила, допустим, не имеющая работы У нее есть две недели на то, чтобы найти работу Месяц отработать, получить заработную плату И еще какое-то время на поиск жилья То есть женщина входит в стабильное состояние самостоятельности Она определяется за этот период То есть это действительно цифра взята не с потолка, а вот жизнь диктует такие условия Как устроена жизнь в центре? Как размещаются женщины? И вообще, как строится их режим? Работают ли они там? Или просто предоставлены, ну, пока сами себе? И главная забота – это забота о детях? Вы знаете, нет, конечно же, женщины находятся в учреждении в этот период Ими занимаются специалисты Если женщина находится в тяжелом психологическом состоянии То очень часто ее выводишь из этого транса при помощи специалистов И только тогда она готова заниматься своим жизнеустройством То есть находить работу, определяться, куда повезти детей Но в центре продумано на сегодняшний день все Вот со специалистами министерства согласовано, прописано в уставе Мы оказываем услуги совершенно бесплатно Женщина, приходя к нам, получает возможность бесплатного проживания, питания Женщина, находясь в нашем центре, получает услуги психолога, психотерапевта Получает услуги юриста, как я уже сказала И в процессе непосредственно жизнеустройства занимаются не только специалисты нашего центра Но в рамках соглашения с центром занятости Мы можем помочь женщине найти работу Если женщина имеет прописку именно города Краснодара, центра занятости Относится к муниципалитету То возможно даже переучивание, перепрофилирование Соответственно для того, чтобы легче жизнеустроиться далее У нас есть соглашение с медицинскими учреждениями За время существования центра мы родили уже 9 детей Когда попадали женщины в состояние достаточно большим сроком беременности Некоторых приходилось ставить на учет Для этого у нас есть соглашение с третьей консультацией Чисто территориально женской У нас есть соглашение с образованием Детки школьного возраста должны обучаться Как в этом случае тогда быть? Это какие-то визиты педагогов? Нет, нет, нет Детки ходят в лежащую школу Определяют департамент образования Закрепляют за нами школу И мы деток отдаем учиться А как министерство подбирает персонал? Потому что это такой вопрос щепетильный, деликатный Нужно же найти подход правильный к женщинам В первую очередь, конечно же, сейчас работают профессиональные стандарты От них никуда не денешься Но кроме всего прочего, конечно же, есть индивидуальный подход И плюс постоянная подготовка, переподготовка Чем занимается министерство То есть оплачиваются всевозможные курсы для специалистов У нас специалисты в среднем проходят 2-3 раза в год Определенного вида переподготовку Либо частичную переподготовку То есть, допустим, если говорить о психологах То очень часто мы посещаем всевозможные Начиная от семинаров, заканчивая курсовой переподготовкой Тот же методический центр краевой Который находится на территории Краснодарского края Где психологи познают новое, допустим, в кризисной психологии При работе с детками, с несовершеннолетними Попадающие в подобные ситуации То есть очень много таких тонкостей Которые необходимо знать и обновлять Эти знания Министерство об этом заботится, конечно, постоянно По регламенту, только отведенные 60 дней Женщина может проводить в кризисном центре в Краснодаре Либо есть какие-то исключения Если проблема сохраняется, то ваши двери открыты снова Да, совершенно верно Если проблема сохраняется, она не решена То, безусловно, принимается коллегиальное решение Вместе с министерством, с курирующим отделом И обращением управления социальной защитой С мест проживания женщины Общественных организаций всевозможных Депутатского корпуса Случаев очень много И, безусловно, продлеваются Были ситуации, когда у нас женщины проживали Достаточно приличный период Долго, да? Да, достаточно долго Конечно, это единичные случаи И это исключительные случаи Когда судебные затягиваются вещи Когда не решена Женщина дальше судьба И она не может ее решить Потому что ей просто страшно выходить С территории центра Были случаи, когда, допустим, Женщину даже в поликлинику Мы возили Подогнав автобус Она ложилась на заднее сидение Мы ее вывозили с территории Вот такие вот образы Ну, такие ваши тонкости, да? Когда все как будто бы наладилось Вы понимаете, что женщина вернулась В обученную жизнь Есть ли у вас такие полномочия У специалистов министерства Следить за дальнейшей судьбой Как сложится жизнь Как-то каким-то образом поддерживать Курировать Уже брать на галочку эту семью, нет? Вы знаете, это только личное желание женщины Если она готова с нами поделиться Своими успехами Есть такие случаи Но, по большому счету, конечно Конституция Российской Федерации Говорит о частном праве И, конечно, мы не можем Никаким образом влизать ее личную жизнь То есть вы свое дело уже сделали, да? Но, да Когда женщина у нас Пробыла определенное время Мы обязательно сообщаем При поступлении И при выбытии женщины По месту жительства О том, что такая-то находилась Такое-то время Вы была туда-то, туда-то Обратите на это внимание Краснодарский центр кризисный Один из 15 Который действует на территории России Как нам удалось Министерство удалось попасть в это число И что это нам дает? Ну, я думаю, что Это все-таки Правильная, грамотная Спланированная В том числе экономическая Составляющая Краснодарского края Ну и Креативность, наверное, мышления И правильное мышление Спасибо В программе «Факты. Мнения» Была Елена Бескаравайная Директор Краснодарского Кризисного центра Министерства труда и социального развития Краснодарского края Всего хорошего До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова